Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим настоящий домашний хлеб на бездрожжевой закваске. Закваску мы вывели сами, рецептом которой мы с вами поделимся. Для хлеба нам понадобится мука первого сорта и ржаная мука. Ну и конечно же соль, разведенная в воде. Для того, чтобы хлеб всегда получался вкусным, я соль всегда развожу в воде. Вода должна быть немножко подсоленая. И потом мы просто вливаем в тесто и все. Итак, ребят, замешиваем тесто. В первую очередь я вливаю закваску. Прямо вот так ручка. Всю закваску влили. Добавляем муку. Муку я взвесила по 700 грамм ржаной муки и первого сорта. Все это значит мы высыпаем. Немного муку соединяю, первый сорт и ржаную. Вот, делаю такую вороночку и вливаю туда воду. Воду я использую теплую, чтобы наш хлебушек быстрее подходил. Прямо вот так на ручку льете и вымешиваете. Мы считаем этот рецепт замеса теста классическим. Но, как вам нравится, вы можете регулировать соотношение муки сами. Либо больше ржаной добавить, либо первого сорта. Кто хочет на высшем сорте, делайте, пожалуйста. Хотите, добавляйте сюда разные пряности прямо в тесто. Либо сверху посыпайте, украшайте. Короче, на ваше усмотрение, на вашу фантазию. Также можно добавлять молочную сыворотку. Либо, если у кого-то там остается, можно добавить молочный какой-то другой продукт. Вот, ребят, смотрите. На полтора килограмма муки у нас вот вошла одна литровая банка воды. То есть можно прям смело больше половины банки вливать в воду и вымешивать. И еще хочу сказать, что ржаная мука больше поглощает воды, нежели другой сорт. Тесто мы вымесили. Теперь я его сверху просто смочу водой. И придам ему такой вот формы. Я всегда так делаю, мне очень нравится. Вот такой колобочек делаете. Так, после этого все, тесто замешано, мы его сгладили. Теперь мы его сейчас накроем полотенцем и поставим в самое теплое место, где оно у нас будет подходить. После этого мы будем делать вторую обминку и уже потом раскладывать по формам. Ну, дальше вы посмотрите. Продолжаем делать наш хлеб. Прошло 3 часа. Сейчас возьмем мы наш хлебушек и обомнем. Я вот, ребят, всегда использую воду. Мне удобнее водой его обминать. Видите, уже тут появились такие пузыречки. То есть он начал подходить. Стоял у меня в теплом месте. Поэтому прошло 3 часа. Может быть, он у вас и подольше будет подходить. Сейчас я его обовлю. Кто-то может использовать масло растительное для обминки. Но мне вот удобно водичкой. Тесто стало более эластичным. Закваска наша стала подходить уже. Сейчас я это все выровняю. Я обычно так делаю. Выравниваю. У меня вот приготовлено 4 формы. Круглой и 2 формы квадратные. У кого нет форм, ребят, можно выпекать либо на противне, либо в сковороде. Я рекомендую 1-2 обминки. Для того, чтобы тесто набрало кислотность от закваски. И более был лучше и вкуснее выраженный аромат нашего хлебушка. Итак, начинаем разделывать хлеб. Я это делаю так. Беру руку. И вот так пополам делю наш хлеб. Мочу вторую ручку. Выбираю одну часть хлеба. Одну четвертую. Делаю вот такие вот движения вниз. То есть, подкладываю как бы хлебушек вниз. Можно ручкой вот так смочить. Еще раз напомню, что формы я слегка смазываю маслом растительным. Это они у меня... После того, как я вытащу хлеб, я форму не мою, потому что это не нужно совершенно делать. Так, вот такой хлебушек получился, колобочек, без всяких... У нас шероховатости. Видите, какой гладенький. И уложу форму. Тоже вот так заглаживаю. Ручкой можно вот так замять. Видите, получается вот такая вот красота такая. И форма. К квадратной форме я хлеб, ну, предварительно вот так немножко подтягиваю и ложу. Воду удобно пользоваться. Тесто к рукам не прилипает, как видите. Ручки чистенькие. Так, выложили. И водичкой я сейчас все еще раз промочу. Выровняю форму. На подовом, ребят, хлебе, когда вы будете делать, вот так вот не надо обминать. Это я просто по форме его выровняю. Чтобы наша посыпка хорошо легла на наш хлебушек, поэтому я ее чуть смочу, наверное, соберем. У меня здесь тминзерно. Можно кориандр, ну, любую посыпку, зелень какую-нибудь посыпать, либо семечками сырыми. Просто вот так посыпаем для работы. Что есть, то и посыпать. Это придаст хлебу такой очень красивый, приятный вкус и вид. И еще сверху мы посыпаем ржаной мукой. Буквально чуть-чуть. Для корочки. Посыпали. Все. Теперь наш хлебушек отправляется на расстойку. Примерно до увеличения объема в два раза. Где-то до такой формы. Итак, ребят, наш хлебушек подошел. После обминки и раскладывания по формам прошло где-то часов пять. Сейчас мы его поставим обязательно в разогретую духовку. У кого есть увлажнение в печи, можете добавить в начале пар. Выпекаем при 200 градусах. Примерно 45-60 минут. В зависимости от объема хлеба. Если у вас обычные духовки, то под низ можете поставить воду для увлажнения. И минут за 15 до конца выпечки. Вот и наш хлебушек испекся. Посмотрите, какие красивые подрывчики у него получились. Вот такие вот. Готовность хлеба, ребят, проверяйте вот так. Он то есть звучит как барабан. Слышите? О, как барабанчик. Вот он, готовый хлеб. Еще хочу сказать, что если вы хотите делать хлеб, начинайте его делать с самого утра. 5-6 часов, потому что у нас ушло на вот это приготовление где-то около 10 часов. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok